Всем привет! Сегодняшнее видео снова теговое, и подсмотрела я его на просторах ютуба у моих любимых блогеров, у Ануш и у Таня Фром Испания. Когда я увидела название этого тега, у меня возникли какие-то сомнительные ассоциации, но посмотрев его, я поняла, что он абсолютно невинен, вопросы интересные и помогают лучше узнать человека. Ну что, приступаем? Итак, первый вопрос. Общаетесь ли вы до сих пор со своей первой любовью? Ну, если брать детсадовскую и школьную любовь, то она была такой, можно сказать, нереальной, почти несуществующей, существовала только в фантазиях. Моя первая любовь случилась в институтские годы, и это была очень такая, ну, неоднозначная, неординарная, я бы сказала, даже несчастная для меня первая любовь, вот, но тем не менее она была. И совсем недавно я нашла этого человека на Фейсбуке, посмотрела, как он живет, у него все хорошо, замечательно, он живет в далекой стране, в Коста-Рике, и, насколько я знаю, женился уже второй раз, все у него хорошо. Но, естественно, общаться, нет, такого желания не возникло совершенно, потому что я вот уже и в других своих видео рассказывала, что все, что прошло, я вычеркиваю с жизни навсегда, никогда больше к этому не возвращаюсь. Психологически это как будто стирается вообще в моей голове, в моем мозгу, в моей памяти, все, я стираю этих людей. А следующий вопрос, какой был твой первый алкогольный напиток? У нас в семье никогда не было ни алкоголиков, ни людей злоботребляющих, поэтому к алкоголю все относились абсолютно спокойно. Наверное, в детстве мне уже наливали шампанское, вот, как Таня Фром Испания рассказывала, у меня было что-то, я думаю, похожее. Когда я впервые, так сказать, напилась и мне стало плохо, это было в студенческие годы, как сейчас помню, в общежитии, была какая-то вечеринка, были какие-то студенты, целая куча, я выпила водки и свалилась благополучно практически замертво. Меня выполоскало так, и у меня случилось такое сильнейшее алкогольное отравление, что с тех пор я вообще, можно сказать, не злоупотребляю. Третий, какая была твоя первая работа? Моя первая работа была после 9 класса, тогда учились 10, тогда заканчивали 10 классов, не знаю, сейчас 11 что ли, я уже запуталась. Вот, но тогда было 10 классов, и вот после 9 класса на каникулах летних мой папа, геолог, меня устроил в соседнюю экспедицию московскую, и я работала там каким-то то ли лаборантом, то ли кем-то. В общем, геологи приносили камни, образцы из маршрутов, они их как-то описывали, а я переписывала это в какую-то еще тетрадку. Вот такая вот была работа, я работала, по-моему, 2 месяца и заработала деньги на джинсы, которые в тот момент стоили 200 с чем-то рублей, учитывая, что зарплата была 100 с чем-то рублей, это было, ну, как бы 2 зарплаты, по-моему, родители мне еще добавили, и так появились мои, кстати, первые джинсы. Ну, как видите, в этом теге такого вопроса нет, мои первые джинсы, но для людей моего поколения это очень такой даже вопрос, который они помнят всю жизнь, даже важнее, чем там первый алкогольный напиток или, возможно, даже первая любовь. Вот такая была у меня первая работа. Четвертое. Какая была твоя первая машина? Слушайте, ну, я вообще тот еще водитель, никакой. Первая моя машина была, когда я после института устроилась работать, и на этой первой работе мне достался запорожец такого голубоватого цвета, и даже мы им пользовались, когда вот уже у нас дети родились, потом он безвестно канул, я не знаю, куда, и долго мне еще из налоговой инспекции приходили угрожающие такие бумажки, в которых требовали оплатить налог. Но я даже не знала, где находится этот запорожец. И вот совсем недавно я разобралась, наконец, с налоговой, они мне простили этот долг, и теперь на мне этот запорожец уже, наконец-то, не висит грязно-голубого цвета. Кстати, мы на нем добирались даже из Петербурга в Москву с детьми. Пятый. Кто был первый человек, который тебе сегодня написал? Это была моя подруга Марина, которую вы все знаете, да? Марина – косметолог, терматолог, и моя подруга, с которой мы часто ездим вместе в какие-то короткие такие поездки за границу, типа на шоппинг и так далее. И вот она мне написала смс-ку по делу. Так, дальше. Кто был первый человек, о ком ты сегодня подумала? Ну, это всегда с утра я думаю о своей маме. Я должна ей позвонить, спросить, какое у нее давление, сахар, выпила ли она, не забыла ли таблетки, как она спала, какие у нее планы. И поэтому у меня всегда это первый человек, о котором я вот так забочусь, да? И также она мне отчитывается, потому что она отчитывается также и о детях, потому что они живут вместе. В смысле, о детях, это о моих детях. Пришел ли кто ночевать, кто приехал, кто в каком настроении. Ну вот, поэтому всегда я думаю о маме, звоню ей, и вот мы обсуждаем с ней такие вот семейные текущие дела. Дальше. Кто была твоя первая учительница? Замечательная женщина, она уже была пожилая в то время, с первого по четвертый класс. Валентина Семеновна. Не знаю, что сейчас, как, ну, надеюсь, что она жива и желаю ей здоровья. Замечательный, чудесный человек, с такой душой к детям относилась. И я своими первыми знаниями, что называется, такими вот школьными обязана ей. Так. Когда вы первый раз полетели на самолете? Через несколько дней после рождения. Дело в том, что у меня папа, как я уже говорила, геолог. И в то время он работал геологом при одном руднике в Восточном Казахстане. И я родилась в городе Усть-Каменогорск. И вот сразу же после того, как маму выписали из роддома, то есть через несколько дней после моего рождения, мы сели благополучно в кукурузник и долетели до места назначения. То есть до этого небольшого поселка, вот, при руднике. И моей маме было очень плохо. Она, я так понимаю, вообще еле долетела, ее укачала. Она, в общем, с трудом выползла из самолета. Я так понимаю, что меня папа транспортировал в основном. Это был мой первый рейс. Кукурузник. Так, сейчас, секундочку. Кто был твой первый лучший друг, говорите ли вы до сих пор? Ну, смотрите, у меня в школе была моя подружка, соседка. Соседка прекрасная, вообще, девчонка классная. Очень мы с ней дружили на протяжении всех лет. Пока вот я, мои родители, мы не переехали в Москву, в Подмосковье. И в то время же не было вот этих всех одноклассников, интернетов, фейсбуков. И мы потерялись. И вы знаете, все мои попытки найти ее вот во всяких контактах, одноклассниках и прочих соцсетях не увенчались успехом на протяжении многих лет. Поэтому Аня Ульянова, так ее спали, ну и зовут. Вот просто у нее сейчас, наверное, фамилия другая после замужества. Если ты меня слышишь, я передаю тебе большой привет. Выходи на связь, я буду просто счастлива. Вот. И в студенческие годы у меня были замечательные друзья. В большом количестве, но самые близкие из них, это те, с кем я общаюсь до сих пор. Это моя подруга Ирочка из Израиля, вот, которая недавно мне присылала замечательные подарки. И Дима, Дима Билик, который тоже живет в Израиле. Вот. Это мои такие вот замечательные друзья, с которыми я с огромным удовольствием общаюсь в любой час дня и ночи, независимо от расстояния стран и континентов. Где ты первый... Да, и мы с ними общаемся постоянно по скайпу. То есть, вообще, это как будто мы вообще живем, я не знаю, на одной лестничной площадке. Где ты первый раз осталась на ночь? Честно говоря, не помню. Помню, что, кажется, у подружки на даче, вот у этой, с которой мы были в школе. И я еще помню свои самостоятельные такие, первый Новый год, я помню, был в десятом классе. Мы остались у моей подруги, одноклассницы. И еще я летом, поскольку папа у меня был геолог, и я все лето проводила в Алтайских горах, я вытребовала у родителей отдельную палатку и жила там с точкой другого геолога. И была абсолютно счастлива, чувствуя себя самостоятельно, потому что как бы все равно мы жили в этой палатке самостоятельно, без родителей. Хотя они жили там, я не знаю, в двухстах метрах от нас, в другом домике. Так, с кем ты сегодня первый раз говорила? Ну, это я уже сказала, я с мамой всегда разговариваю. Нет, ну я с мужем, конечно, разговариваю, потому что он рядом. Но если взять вот с кем говорила, я позвонила по телефону маме, и мы с ней обсудили все текущие насущные дела, ее состояние здоровья. Так, на чьей свадьбе ты была первый раз? Первый раз я была на свадьбе в 1984 году. В 1984 году мы заканчивали институт у моей очень хорошей подруги и друга Лены Георгия Сафарианой, которые сегодня доживут в Торонто, в Канаде, и очень давно они там живут. Я не знаю сколько, уже точно больше 25 лет. Вот, ну, несколько раз мы встречались и с Георгием, и с Леной, когда они приезжали сюда. Были даже у меня поползновения одно время уехать в Канаду. Георгий даже помогал. Но в последний момент я все-таки, как обычно, отказалась от переезда в другую страну. Все-таки я чувствую, что я, ну, только здесь ощущаю себя в нормальной домашней обстановке. Меня манят и тянут другие страны, очень-очень. Я испытываю огромный интерес, но в то же время я понимаю, что там никому не нужна. И поэтому где родился, там и пригодился. Это обо мне, это точно. И я очень люблю свою страну. Так, дальше. Так, что была первая вещь, которую ты сделала сегодня утром? Ну, я не знаю, это что, вот, отчитаться, что ли, по часам и по минутам. Ну, я уже сказала, да, что, ну, как из таких серьезных вещей я позвонила маме, выпила чашечку цикория, которую, кстати, для себя совсем недавно открыла. Просто у меня бывают проблемы с давлением, поэтому кофе мне пить не рекомендуется. Я, конечно, иногда нарушаю эти правила, но, тем не менее, попробовав один раз цикорий, как такой вот растворимый в баночках, вы знаете, ну, сначала не очень, потом, ну, ладно, так себе может быть. Вот, и теперь, вы знаете, я подсела, и утро начинаю всегда с чашечки цикория растворимого. Может, это не так полезно, но, во всяком случае, считается, что он не повышает давление. Даже некоторые считают, что он его понижает. Уж не знаю, насколько этот растворимый работает таким образом. Но, тем не менее. Так. Какой был первый концерт, на который ты пошел-пошла? Ой, ну, это была какая-то советская там эстрада, я не помню, типа Песнеры, может быть, какая-нибудь там Леся Песня, где там родители Димы Маликова пели или Преснякова, что-то вот такое, да, Пугачева. Ну, это как бы все зависело от родителей. Когда я уже стала самостоятельной, я помню, что такие вот памятные концерты, которые я сама выбирала, это Мирей Матье, там Моден Токен, ну, какие-то артисты зарубежной эстрады советского периода, да, это из стратсоциализма, всякие венгерские, югославские, кубинские, ну, что-то такое. Вот. Потом я как-то от концертов очень отошла, потому что их делают, если какой-то интересный певец, да, то это как-то так далеко, что вообще нет ощущения, что ты на концерте. Все равно у тебя какие-то ассоциации, как, ну, как ты вот помнил этого певца, как по телевизору, вот, скажем, я ходила на Энрике Иглесиоса, да, вот он мне очень нравится. Ну, никакого уж такого ощущения у меня не осталось, вот, поэтому я как-то завязала сейчас вообще с концертами, но первые были все равно советская эстрада, потому что я жила в глубоко советские времена. Так, первая сломанная кость, дерева рядом нет, фу-фу-фу, пока нет. Так, первый пирсинг, ну, просто серьги на каком-то втором или третьем курсе института. Первая страна за границей, в которой ты была, это Финляндия. Ну, это неудивительно, в Петербурге Финляндия, ну, я не знаю, у большинства людей стала первой страной, в которую они попали. Ну, и я тоже самая. Это были очень смешные 20, там, с лишним лет назад поездки с такими челноками, тетками, я сама была такая же. Вот, мы приезжали в Финляндию, нам разрешено было провозить пачку сигарет, бутылку водки, и мы должны были где-то это все продать. Подъезжали финны на машинах, покупали это, у меня никогда еще не покупали, потому что я, нужно было как-то шустрить, расталкивать локтями всех остальных челноков с такими же бутылками водки. Вот, это была вообще ужасная картина постсоветского пространства. Вот, и я всегда не знала, что мне делать со всем этим добром, но находились добрые люди по имени перекупщики, которые подходили, перекупали как бы чуть дороже, чем давали какие-то марки еще тогда были, не евро. Вот, и мы, значит, довольные с этими жалкими марками шли куда-нибудь в какой-нибудь недорогой магазин и покупали там гладильные доски, подушки, одеяло, какие-то вот были такие товары, почему-то особенно востребованными. Наверное, у нас их тогда то ли не было, то ли они были, в общем, я не помню, но именно этими одеялками некоторыми до сих пор, и, кстати, гладильной доской, до сих пор мы пользуемся. Вот, дальше, значит, это была Финляндия. Какой был первый фильм, который ты помнишь? Ну, я не помню, конечно. Я в детстве вообще беспрерывно ходила в кино, потому что у нас рядом с домом был кинотеатр. Билеты стоили на утренний сеанс типа 5 копеек, на дневной типа 10, на вечерний 15. Ну, вот я помню, что я на вот эти 5-копеечные, 10-копеечные сеансы все ходила. И фильмы советские, в принципе, были интересные для детей, много было каких-то экранизаций сказок, вот что-то такое. Вот это были мои первые фильмы, на которых я, в общем-то, выросла и была воспитана. Очень много было патриотичных, о войне. Они, кстати, были очень интересные, на самом деле. Теперешние дети особо их и не смотрят, и не знают. Но, во всяком случае, эти фильмы были сделаны талантливые, интересные. Я помню, что я прямо там не вылезала из этого кинотеатра. Всегда знала репертуар, афишу, какие новинки должны были выйти. Тогда, кстати, фильмов было не так много, как сейчас. И получалось так, что практически все смотрели одни и те же фильмы, не пропускали. Вот, в этом смысле было намного легче разобраться, тем в теперешних фильмах. Ничего не успеваешь смотреть. Так, что было твое первое наказание? Ну, вообще, конечно, меня в угол ставили, но как-то это все у меня... Мама мне сказала, что она меня ставила в угол, чтобы я ей пол не мешала мыть. Вот, потому что я все время лезла к ней. И я тоже даже не помню, чтобы это было даже как наказание, а просто вот, типа, иди ты в угол, постой. Вот. Но такое наказание единственное, которое я очень хорошо запомнила, это, вот, как я уже сказала, вот папа у меня был геолог, и я на Алтае иногда там совершала такие поступки, кстати, о которых многие, многие из которых родители до сих пор не знают, но один раз папа увидел такие. Там была такая очень страшная горная река с безумным течением, гигантскими скользкими камнями, и она была в некоторых местах глубокая, очень глубокая, с какими-то затонувшими деревьями, корягами, вот. Вот, и я решила ее перейти, вот. И мы с какой-то подружкой, по-моему, пошли вброд по этой реке. И течение было настолько страшное, а камни настолько огромные и скользкие, что, в принципе, поскользнувшись, можно было уже проститься с жизнью. То есть тебя вот эта вот безумная энергия этой воды, горной реки, она тебя сносила на более глубокие участки, тем более я была ребенком, вот эти коряги затонувшие, ну, в общем, короче говоря, не один человек погиб таким образом там. И вот папа меня, стоя на берегу, вдруг застукал в момент, когда я перехожу вот этот брод. Вот, и когда я вернулась, цела и невредима, слава тебе Господи, потому что один раз я таки упала, и меня отец спас с такого камня, успел меня поймать. Вот, когда он меня увидел, как я это самостоятельно делала, он меня так отхлестал крапивой, что у меня все тело горело, потому что удары самой крапивы, они, ну, как бы безболезненные с точки зрения удара, но потом все тело горит над этой крапивой. Вот просто от негодования, я его прекрасно понимаю, сорвал ближайший куст крапивы и меня отхлестал. Вот, у меня, конечно, честно говоря, у него даже обиды тогда даже не было, потому что я понимала, какую глупость и вообще страшную. Ну, короче, вы все поняли, какой ужас мог произойти, вот, тем более и на глазах отца, он в шоке был. Вот, так, кто был твой первый сосед по комнате? Вот, моими соседками в общежитии в институтские годы были две мои подружки. Оля, которая сейчас живет в Одессе, и Ира, о которой я уже говорила, которая живет в городе Хайфа в Израиле. Вот, мы с ними дружили на протяжении всех институтских лет, были не разлей вода. Вот, и самые лучшие воспоминания об этой студенческой жизни. Дальше. Так, ну, вопросы уже заканчиваются. Если бы у тебя было одно желание, что бы это было? Ну, я всегда, когда у меня есть шанс загадать одно желание, говорю одно, чтобы все мои близкие были живы и здоровы. Вот, больше ничего не надо. Все остальное доработаем, заработаем. Все можно преодолеть. Главное, чтобы все были живы и здоровы. Дальше. Что бы ты выучила, если бы у тебя был шанс? Я бы выучила, наконец, английский язык, с которым у меня складываются очень нелюбовные отношения, я бы сказала. Но поскольку он все-таки нужен в жизни, необходим, это бы помогало и в путешествиях больше. Ну, я, конечно, не совсем там не знаю английский, но тот уровень, который у меня есть, он, конечно, ужасный. Вот, поэтому, если бы можно было бы, то я бы, ого-го, как выучила бы его. Так, какие были первые уроки, которые ты брала? Ну, у меня, можно сказать, были уроки музыки. Я играла на пианино. У меня была потрясающая учительница. Она была композитор. Очень интеллигентная, интересная женщина. Она устраивала нам всякие вечера. Рассказывала об известных музыкантах, композиторах. Это было ее личное такое пожелание. Впервые я услала от нее выйти от пиаф. Она устраивала литературные чтения, зачитывала отрывки из Льва Толстого, которого я еще тогда даже в школе не проходила. Ну, в общем, на самом деле, Мария Борисовна очень много мне дала. И, конечно, благодаря ей я освоила музыкальную грамоту, игру на пианино. Но теперь я совсем уже все забыла. В общем, короче говоря, у меня нет сейчас инструмента. Вот. А потом я еще перед институтом брала уроки математики и алгебры, геометрии. И тоже, потому что я собиралась поступать на экономический факультет МГУ. И математика у меня шла, кстати, хорошо. Слава тебе, Господи. Вот у одного замечательного преподавателя, который работал с моей мамой, потому что моя мама преподавала в педагогическом институте русский язык. Вот. Ну, закончился этот тег. Всем огромное спасибо. Хочу немножко, так сказать, обратить ваше внимание на вот эту замечательную брошку. Узнаете, чья это работа? Сейчас я ее... Ой, как-то... Ну, в общем, это брошка, которую мне подарила Рина. Вы знаете, на самом деле, меня настолько тронул этот ее подарок. Она посмотрела видео, которое вот я сняла, да, и выложила на своем канале. И вы написали ей такие замечательные комментарии. Ну, вы сами понимаете, что она этого достойна. И ее настолько тронуло это, что она мне позвонила и сказала, что он хочет подарить мне вот эту брошку. И ее сын принес мне ее на работу. И я очень-очень, Рина, вам благодарна. Спасибо огромное. Я уверена, что мы с вами еще запишем не одно видео. Во всяком случае, все зрители этого очень хотят и ждут. Вот. И вам огромное спасибо за эту брошку. Видите, я ее выгуливаю прямо сразу же, как только в субботу получилось. И сегодня вот записываю это видео. Ну что же, увидимся совсем скоро. Всем пока-пока. Люблю, целую. До встречи.